В своё время на экранах нашей страны демонстрировался фильм «Они были первыми». Это фильм о рождении комсомола, о первых комсомольцах. И есть песня в этом фильме, она называется «За фабричной заставой», слова к ней написал Долматовский. Это песня о парнишке, который погиб, защищая советскую власть. Прошли годы после создания этой песни, и наша сегодняшняя молодёжь помнит её и поёт, очевидно, главным образом потому, что черты того молодого человека очень близкие, очень понятны. И вот эту песню сейчас исполнит вам лауреат всесоюзного и международных конкурсов Лев Лещенко. За фабричной заставой, где закаты в дыму, Жил парнишка кудрявый, лет семнадцать ему. О весенних рассветах тот парнишка мечтал. Мало видел он света, добрых слов не слыхал. Рядом с девушкой верной, был он тих и не смел, Ей любви своей первой объяснить не успев. И она не успела даже слова сказать, За рабочее тело он ушёл воевать. Но порубанной саблей он на землю упал, Кровь ей отдал до капли, На прощанье сказал. Умираю, но скоро наше солнце взойдёт. Шёл парнишке в ту пору восемнадцатый год. За фабричной заставой, где закаты в дыму, Жил парнишка кудрявый, лет семнадцать ему. Парню очень хотелось счастье здесь увидать, За рабочее тело он ушёл воевать. За рабочее тело он ушёл воевать. Есть у меня песня «За фабричной заставой». Я её написал довольно давно. Это песня о молодом паренке, О комсомольце, Который погиб, защищая советскую власть. Вот прошли годы. И для кинофильма «Минута молчания» Я написал с поэтом Робертом Рождественским Другую песню. Она как бы продолжает ту песню. Это песня о нашем современнике, О молодом человеке наших дней. Который живёт из-за того погибшего в годы Гражданской войны, Из-за тех погибших молодых ребят в годы Великой Отечественной войны. И вот эта песня В 1972 году была представлена Советским Союзом На международном фестивале в Сопоте. Песня получила первую премию. Её тогда исполнил Лауреат Всесоюзного и Международных конкурсов Лев Лещенко. И сейчас он же вам её споёт. Лауреат Всесоюзного и Международных конкурсов Лауреат Всесоюзного и Международных конкурсов Лауреат Всесоюзного и Международных конкурсов Я сегодня до зари встану, По широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, Все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам в палы, Для вселенной двадцать лет мало. Даже не был я знаком с парнем, Обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, игра хочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, Ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй, За себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, Но иначе жить нельзя, если Все зовет меня его голос, Все звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, игра хочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, игра хочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, По широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало Все, что было не со мной, помню... Вы сейчас услышите песню «Течет Волга», которую я написал на слова поэта Льва Шанина. Эта песня была написана для кинофильма Того же названия. Это был панорамный фильм О нашей замечательной русской реке. И в этом фильме Песню эту Пел известный всем Исполнитель советской песни Владимир Трошин. Но в этом же фильме Участвовала певица. Певица была Людмила Зыкина. Она пела там другую совсем песню. И вот после премьеры этой песни Зыкина подошла ко мне и сказала «Если вы не возражаете, Я спою эту песню так, как я ее понимаю И как я ее чувствую». Я не возражал. Владимир Трошин ее пел как раз так, Как нам нужно было для фильма. Но вот спела ее Зыкина. И случилось чудо. Песня приобрела какие-то новые краски, Новые качества. И стала летать по нашей большой стране. Зыкина эту песню пела и поет до сих пор Не только у нас в стране. Она часто поет ее за рубежом. Ее там даже называют «Мисс Волга». И вот сегодня Людмила Зыкина Эту песню нам сейчас исполнит. Песня «Мисс Волга» 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 Конца и края нет Среди хлебов смелых Среди снегов белых Течет моя Волга А мне уж тридцать лет Тот первый взгляд И первый плеск весла Все было только речка унесла Я не грущу о той весне былой Взамен ее твоя любовь со мной Среди хлебов смелых Среди снегов белых Гляжу в тебя, Волга Седьмой десяток лет Здесь мой причал И здесь мои друзья Все без чего На свете жить нельзя С далеких плюсов В звездной тишине Другой мальчишка Подпевает мне Издалека Веков Долго Долго Течет река Волга Течет река Волга Конца и края нет Среди хлебов смелых Среди снегов белых Течет моя вода, а мне семнадцать лет. Песня о Днепре, которую вы сейчас услышите, одна из моих самых ранних песен. Я написал ее вместе с поэтом Евгением Далматовским. На фронте, в тяжелое время, мы оставляли Украину, уходили за Днепр, но мы верили в нашу победу, мы знали, что мы вернемся. Может быть, поэтому эта песня исполняется и по сей день. Я был тогда руководителем ансамбля фронтового, ансамбля Юго-Западного фронта. И там впервые она прозвучала. Но затем она перелетела в Москву и попала в замечательный коллектив, в краснознаменный ансамбль Советской армии имени Александрова. Эта песня находится в репертуаре ансамбля и по сей день. И поэтому я думаю, что лучше всего услышать эту песню в исполнении артистов именно этого ансамбля. Вам ее сегодня споет народный артист СССР, солист ансамбля Алексей Сергеев в сопровождении Актета. СССР, солист ансамбля и по сей день. 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 И убедились вновь с тобой.